Совместно со студентами-биологами мы идем ознакомительным экскурсионным маршрутом по Барнаульскому ленточному бору. Это поистине природное достояние равнины части Алтая, удивительный реликтовый лес. Барнаульский ленточный бор располагается в Алтайском крае, начинается в окрестностях Барнаула, около реки Барнаулки, и заканчивается далеко, около Семипалатинска в Казахстане. В лесной массив представлен преимущественно сосной обыкновенный, Пинус сильвестрис, а также имеется в верхнем ярусе осина, береза, ива и тополь. Важный природный объект Алтайского края находится по левую сторону от реки Обь и простирается с северо-востока на юго-запад на более чем 500 километров. Ширина бора составляет в среднем 10 километров. Ленточный бор и Алтай уникальны, подобные растительные зоны не встречаются больше нигде на планете. Ученые ведут отсчет возникновения этих боров с четвертичного периода. Ленточный бор образовался на песчаных и древнеолювиальных отложениях, оставшихся со времен последнего ледникового периода. Считается, здесь находятся древние русла реки Обь, огибавшие тогда гигантский ледник и несшие свои воды на запад, в сторону современного Иртыша. Толщина песчаных отложений здесь достигает 300-400 метров. В раскопках песка в районах произрастания соснового ленточного бора в 2005 году были обнаружены отлично сохранившиеся кости мамонта, а несколькими годами ранее кости древнего носорога, которые сегодня хранятся в Алтайском краеведческом музее. По сравнению с древесной растительностью ленточные боры более богаты кустарниковыми породами. Здесь встречается калина обыкновенная, боярышник, акация желтая и малина обыкновенная. Нижний ярус представлен традиционными видами для нашего региона – папоротниками, ковылями, осоками, лютиками и другими. В лесу можно встретить белые грибы, грузди, опята, лисички, а также лишайники и мхи. В Барнаульском ленточном бору произрастают некоторые редкие растения, которые включены в Красную книгу Алтайского края. Климатические условия ленточных боров благоприятны для жизни многих лесных зверей и птиц. Здесь можно встретить волка, лесу, зайца-беляка, бурундука, андатру и ежа. В бору также находят убежище лоси. Обычно они держатся семьями или небольшими стадами. Далее предлагаю вам насладиться красотой уникального реликтового леса в тишине. Приятного отдыха! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...